Последнее письмо рядового 28-й пехотной дивизии вермахта своей жене, написанное им с Восточного фронта. Сначала небольшое предисловие. Как известно, тот, кто сеет ветер, тот пожнет бурю, из одной маленькой искры может разгореться пламя. Никто из тех, кто слушал речи Геринга в Мюнхенской пивной, не думал, к чему могут привести речи этого харизматичного и нервного ефрейтора. Никто из тех, кто аплодировал в Австрии и Судетской области, не мог предположить, что это лишь начало. Начало страшного и кровавого мирового кошмара. Но у любого кошмара есть свой конец. Это письмо было продемонстрировано в Берлинском музее нацистского террора, а также было зачитано на выставке «Гитлер и немцы». Голос Йозефа Хольда все еще звучит как напоминание, звучит как предостережение о том, что за все приходится расплачиваться. Позднее прозрение, осознание ужаса, осознание того, что натворил, и уже ничего не вернуть. Не вернуть погибших, не вернуть здоровье, не вернуть ничего. Давайте послушаем о том, как прозрел Йозеф. Послушаем о том, что он понял в свой последний час. Любимая Рут, впервые за очень долгое время я ближе к тебе, чем ты думаешь. Я лежу в гражданском госпитале, всего рукой подать до Германии, и до тебя моя нежная, моя хрупкая Рут. Адрес я тебе не скажу, не приезжай ко мне. Тебе не нужно видеть меня таким, я сам себя не хочу видеть. Когда приходит медсестра, чтобы умыть и побрить меня, я прошу ее не приносить с собой зеркало. Я хочу помнить себя таким, каким я был. И ты, Рут, тоже запомни меня таким, каким я был, когда ты выходила за меня замуж. Я лежу в гражданском госпитале, нас здесь много таких, очень много. Для тех, кому в военном госпитале просто не хватило места. Они сейчас переполнены, и лучшие врачи сейчас там. Сомневаюсь, что лучшие армейские эскулаты смогли бы спасти мои ноги и лицо. Не пугайся, будь сильный. Тебе необходимо быть сильный. Нельзя, чтобы нам обоим было страшно. Письмо я передам с Альбрехтом, он хороший парень. Мы сдружились с ним за последние три недели, что я лежу и гнию здесь. Альбрехту повезло, он может ходить, и он едет домой. Когда он доберется до дома, то отправит тебе это письмо. Чтобы ты не узнала, где находится госпиталь, и чтобы письмо пришло гражданской почтой, тогда грязные лапы ищеек из военной цензуры не доберутся до этих строк. Мне страшно, Рут, я пишу тебе из ада, любимые. Мне страшно уже три года, все три года, что я провел в России. Сейчас у меня нет нижней части челюсти и нет ног. Все решали секунды, но я не успел выпрыгнуть из грузовика, когда мы попали под налет русских самолетов. Я не успел выпрыгнуть из кузова, всего пара секунд, но я не успел. Я видел, как за одну секунду люди становятся калеками и мертвецами, но не верил, что такое может случиться со мной. Я даже сейчас не смог бы сказать тебе эти слова. У меня нет половины щеки, и язык вываливается. Это выглядит ужасно, но я могу писать, еще могу, хотя бы что-то могу. От меня осталась половина человека, обрубок, но эта половина любит тебя всем сердцем, даже еще сильнее, чем прежде. Может быть хорошо, что я не вернусь к тебе, и малыш Хуга не увидит меня таким. Даже с ногами от меня было бы мало толку. Я сломлен, я моральный калека, я никогда бы не смог стать прежним. В последний раз, когда мы виделись, и вы провожали меня на вокзале, Хуга был совсем мал, ему был всего год, может и не вспомнит меня. Ну а если вспомнит, то пусть в его воспоминаниях отец будет здоровым и невредимым. Я пишу тебе правду, последний раз пишу тебе правду, которую, я уверен, вам не говорят. Но скоро все вскроется, скоро все станет как должно. Рут, они мясники, все они поголовно, они безумцы, все те, кто послал нас туда умирать. Почему это все случилось с нами? Как мы могли во все это поверить? Неужели лучшее будущее можно было найти в этой России? Нам, что не хватало воздуха дома? Чего нам не хватало? Что за эти три года мы получили? Что получила Германия от этого всего? Кто среди наших соседей стал красивее, здоровее или богаче? Если было бы так, то ты бы мне написала в одном из писем. Я храню все до одного, даже сейчас они передо мной. Я часто их нюхаю, каждый лист хранит легкий запах лаванды, запах твоих духов, любимая Рут. Как только получишь это письмо, забирай Хуга и уезжай из Германии. Не веря этим негодяям, они говорят, что остановят советов на границе. Не верь, никого они не остановят. Русских уже никто не остановит, да и некому это делать. Советы скоро будут в Германии, мне страшно представить, что они придут в наш дом. Мерзавцы из Берлина никого не пощадят, они пожертвуют всеми, чтобы оттянуть неизбежный конец. Если был бы толк, то они бы бросили на фронт и даже малышей, как наш Хуга. В госпитале меня невесело называют везунчик. Я единственный из моей роты, кто пережил этот авианалет. К черту такое везение. Я хочу, чтобы ты и Хуга жили в другой стране, в стране, которая не посылает своих отроков в мясорубку. Я бы понял, если бы мы что-то защищали, но кроме своих жизней в России я ничего не защищал. На политических занятиях, когда нас еще не отправили сюда, нам говорили, что местное население страдает, оно угнетено евреями и коммунистами. Я видел угнетенных, я видел очень бедных людей, но я не назвал бы их невольщиками. Они, несомненно, нуждались в помощи, в технологиях и во многом другом. Но не так, как делали это мы, так не помогают. Рут, по-настоящему эти крестьяне стали страдать только когда мы пришли. Мы все пишем письма, все пишем домой, но многие тут же рвут или сжигают написанные. Писать правду мы больше не можем, но и отправить такое домой тоже не решаемся. Одни не хотят травмировать близких такой правдой, другие боятся, что письма перехватит цензура и передаст в гестапо. Тогда всей семье не сдобровать. За себя многие из нас уже не переживают, особенно я. Попроси за меня прощения у старой фрау Зули, если она все еще не переехала, если она еще жива. Я чувствую себя под лицом за то, что бил ее внука и рисовал на ее доме звезду Давида. Я был глупцом, я не ведал, что творил. Лучше позднее раскаяние, чем никогда. Мне будет легче уйти, зная, что она не держит на меня зла. Здесь, далеко от дома, я видел разных людей, грубых и сильных, интеллигентных и добрых, образованных и темных. Но все они имеют право на жизнь, все должны жить. Я видел русских, которые слушают Брамса. Я видел на книжных полках, в заброшенных домах томики, с немецкими писателями и немецкой поэзией. Видел не только переводы, но и в оригинале. У меня не поворачивается язык назвать их дикарями. Что мы наделали? Скольких людей мы выгнали из Германии? Скольким не дали работать? Они бы гораздо больше принесли пользы, но вместо этого выбрали войну и разрушение. Да, скажи Герхарди Вебер, видимо знакомая или соседка, что я видел на фронте ее сына. Я уверен, что ей сказали, что он погиб как герой, но я считаю, что мать должна знать правду о сыне и тех, кто послал его на смерть. Улериха казнили за трусость. Он отказался поднимать в атаку свою роту. К нему сначала приходил Гаупман, а потом майор требовал ликвидировать плацдарм русских на берегу реки. Но Улерих думал о людях и о том, что ему практически не с кем идти в этот бой. Он хотел сберечь людей. Его дело передали в трибунал и в назидание другим приговор привели в исполнение прямо на фронте. Чем ближе фронт к Рейху, чем чаще мы встречаем людей, висчащих на деревьях. Все больше подозрений, все больше обвинений. Как бы я хотел увидеть висчащими на деревьях тех, кто все это начал. Тех, кто сделал нас сначала убийцами, а потом мертвецами. Когда мы отступали, а мы только и делали, что отступали в последний год, я видел, как бегут все эти партийные крысы, что нажились на войне. Все, кто провозглашал речи и показывал рукой на восток. Почему отвечаем мы, а не они? Они убегут, они скроются. У них есть ноги, чтобы бежать. А у меня нет ног, чтобы дойти до тебя. Где справедливость, Рут? Нас уже почти не лечат. Сегодня я слышал, что тяжело раненым не будут давать лекарства. Главный врач госпиталя считает, что он нужнее другим. Скоро привезут новую партию несчастных с фронта. Со дня на день ждут эшелон. Они приходят по ночам. Приходят один за другим. Я чувствую, как я этим письмом отпускаю себе грехи. Я не был верующим человеком. Наверное, это меня роднит с большевиками. Прости меня за такую шутку. Но это так. На фронте я часто обращался к Богу. А еще, когда было особенно тяжело, я произносил твое имя, как молитву. Я повторял. Рут, Рут, Рут. И мне помогало. Ты мой ангел-хранитель. Ты моя маленькая хрупкая принцесса. Ты и сын лучшее, что было в моей пустой жизни. Не хочу быть в тягость тебе и хуга. Я отдал все свои марки и все жалование, которые мне некуда было тратить. И кое-какие вещички, что нажал за войну. Не волнуйся, я не воровал. Брал только у мертвых. Им уже ни к чему. И брал в пустых домах. В домах, чьи хозяева уже никогда не вернутся. Отдал я их сестре Хельге. Не просто так, а за услугу. Она еще не сказала, что точно согласна. Но я ее уговорю. Ночью она сделает мне укол и все закончится. Будет не больно. Просто не проснусь и все. Поцелуй от меня маму с отцом. У меня нет силы еще на одно такое письмо. Я целую тебя и малыша хуга. Вы навсегда в моем сердце. Живите долго, как только сможете. Проживите жизнь счастливо. Я вас люблю. Ваш Йозеф. От автора. Упомянутый в письме друг Йозефа Хольдера по несчастью и госпиталю. Некий солдат Альбрехт оказался честным человеком. И действительно отправил жене Йозефа письмо в Дрездене. Где был их дом. Письмо так и осталось лежать в городском почтовом отделении. Рут его так и не забрала. Потому что вся семья Хольдера погибла в период между 13 и 15 февраля 45 года. В огнанном СМЕРШе, вызванном чудовищной по силе, разрушительной бомбардировкой города, бомбардировщиками США и британских ВВС. Которые за три дня буквально испепелили город и превратили его в развалины. До сих пор эту бомбардировку называют варварской и бесчеловечной. Такой же бесчеловечной, как и война, которую начал Третий Рейх. Кто сеет ветер, тот пожнет бурю. На сегодня у нас все, дорогие друзья. Пишите свое мнение. Не забывайте ставить лайки. Подписывайтесь на канал, если вы этого еще не сделали. И нажмите на колокольчик. До скорой встречи.